50 тысяч рублей и работа в одном из ведущих и престижных адвокатских бюро Самары. Главный приз областного конкурса «Юрист будущего». За путевку в успешную жизнь боролись десятки студентов из Гуманитарной академии, экономического и научно-исследовательского университетов. В финале встретились не два, как положено по правилам конкурса, а три претендента на место в адвокатское бюро. К рекомендации членов жюри, которые слушали студентов во втором этапе. Мы не могли определиться с двумя лучшими. Они стали чуть умнее, чуть интеллигентнее, чуть качественнее выполнять свою работу. Поэтому вот эта капелька везде, которая сложилась, в итоге привела к тому, что в финале мы имеем трех отличных будущих юристов. За победу в конкурсе боролись несколько десятков студентов юрфаков. На первом этапе они сдавали зачет на правильное заполнение юридических документов. Во втором раунде соперничали в ораторском искусстве. По жребию каждый отставил позицию «за» или «против». По актуальным темам в самарском обществе. Всеобщая воинская повинность, платная медицина, кредиты выдают только банки и брак по расчету лучше брака по любви. А уже три финалиста полемизировали по поводу принятой пару месяцев назад госпрограммы адвокатской монополии. И у каждого была своя позиция по этому поводу. К адвокатам предъявляются достаточно высокие требования. Это проявляется в достаточно жестком законодательстве, которое состоит из многочисленных этических норм, правил, которым адвокаты обязаны придерживаться. Есть различные юрисконсульты, которые могут даже не иметь юридического образования. И поэтому очень часто среди них встречается огромное количество мошенников. Адвокатуру нужно реформировать, поскольку в современной адвокатуре свойственен ряд ярко выраженных недостатков, которые мешают ее развитию. Выиграть юридический конкурс и получить работу в престижном адвокатском бюро для финалистов – предел мечтаний. Для меня это важно, потому что я, собственно, с самого начала, когда пошла учиться на юриста, хотела быть именно адвокатом. А раз я хочу быть адвокатом, логично, что мне нужно получить для начала опыт именно адвокатов и, желательно, профессионалов. И поэтому объективно я хочу там работать. Областной конкурс «Юрист будущего» в этом году выиграла Анастасия Антошкина. Теперь студентке предстоит стажироваться в одной из лучших адвокатских контор Самары. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.